Я буду только рад, чтобы у меня не получится, меньше расстройства. У меня просто жена уезжает, кажется, в Беларусь, надо провожать ее на поезд. Да, так-то все хотят, но когда доделать, там, сколько угодно, это все еще не могут. Особенно сейчас в пятницу вечер, начнется... Дорогие друзья, вот, наконец-то мы начинаем наш концерт. Идея сделать вот такую плюсовую программу, она не то чтобы родилась спонтанно, но... Дело в том, что, поскольку у нас, вот за время существования нашего биг-бэнда, в котором мы уже, ну, круглому биг-бэду уже 15 лет, 16 лет, он был образован в 99-м году. Круглый бэд, вот так, как часть круглого бэда была образована 4 года назад, когда мы стали играть музыку Юрия Маркина, нашего метро, нашего джаза. И как раз мы впервые вспомнили симфонию Юрия Маркина на его 70-летие в доме композиторов. И после этого мы решили, ну, как бы, мы собрались, вроде как, сначала на один концерт, но потом настолько всем понравилась эта идея, идея выступать вместе и вообще что-то делать, что-то такое придумывать креативное. Ну, потом еще... Ай, давай сюда поставим. И потом мы стали играть музыку Юрия Маркина. Мы сделали... В итоге мы вообще записали в Мосфильме будущий альбом, сыграв три концерта, фантепиано, для трубы, для тенор-саксофона, концертина для Валтурна, ту же самую симфонию. То есть это такие масштабные проекты. Помимо этого, мы стали играть еще и музыку других наших композиторов. Ну, вот, в частности, не так давно у нас вышел диск с музыкой нашего эмигранта Владимира Миллера, который еще и известен на джазовой среде, как лидер Московского оркестра. Оркестра московских композиторов. Это такая некая сборная джаза, ну, в России, если так можно сказать, хотя сам этот Володя живет в Англии. Вот мы записали, когда Бог уже слышал, также мы играли музыку и шоу-бокера. Несколько раз мы с ним выступали музыку Юрия Парфенова. Не так давно мы стали играть музыку Игоря Широкова, нашего гениального, выдающегося музыканта, который, можно сказать, был одним из первопроходцев в области создания вот такой русской линии в джазе. Сегодня мы как раз-таки вам представим такой некий сборный образ вот этих всех блюзовых пьес из разных программ. И в сентябре у нас, не так давно, в сентябре у нас был концерт с Владимиром Тарасовым. Это участник легендарной джаз-группы, точнее, не джаз-группы, а трио. Трио Вячеслава Ганельна, или, как его называют, ГТЧ. С Тарасовым мы выступаем в различных сочетаниях. Вот так мы не так давно решили сделать его программу для биг-бэнда. Литовский тромбонист из его оркестра, у него в Литве тоже есть свой оркестр, написал оранжировки, и мы стали, для нас и такая, в общем, честь была, мы стали первым оркестром, ну и, наверное, последним, кто в России сыграл музыку Тарасова. Итак, собственно, мы с пьесы Владимира Тарасова и начнем. Она называется «Семь четвертей», но Владимир меня поправил. На самом деле она не «Семь четвертей», это пьеса из цикла, которая называется «Тапельстре», то есть «Гобелена». И вот, соответственно, можно назвать ее как «Семь четыре из Гобелена». Какое-то мудреное название, тем не менее, не так. Владимир Тарасов, «Семь четыре». «Семь четвертей» 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 «Семь четвертей»